Здравствуйте! Сегодня поговорим о долевом строительстве. Строительство жилых многоквартирных домов в Российской Федерации осуществляется, как правило, на основании следующих законов. Это либо закон об участии в долевом строительстве, так называемый 214-й федеральный закон, либо на основании жилищного кодекса, которым предусмотрены жилищно-строительные кооперативы и жилищные кооперативы. Наибольшее распространение на территории Краснодарского края и города Краснодара получило строительство по 214-му федеральному закону, которое регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан на строительство многоквартирных жилых домов. Привлечение денежных средств для осуществления строительства многоквартирных домов и иных объектов осуществляется либо на основании договора об участии в долевом строительстве, либо путем выпуска эмитентом ценных бумаг, которые обеспечивают облигацией особого вида жилищных сертификатов, которые закрепляют право их владельцев на получение от застройщика объектов недвижимости. Наибольшее распространение на территории Краснодарского края и города Краснодара получил первый вариант – это договор долевого участия. Застройщик правит привлекать денежные средства от граждан и юридических лиц на строительство многоквартирного дома и иных объектов, входящих в его состав, только после того, как будет получать разрешение на строительство данного объекта, и земельный участок, на котором будет производиться строительство, будет оформлен в собственность застройщика, либо в аренду, либо в субаренду. Только при этих условиях он имеет право в силу закона привлекать денежные средства. По договору долевого участия застройщик обязуется за счет денежных средств, полученных от дольщиков или собственных средств, но собственными силами, также или с привлечением третьих лиц, произвести строительство многоквартирного жилого дома. И по окончании срока строительства установленный договором срок передать этот объект недвижимости дольщику. Договор долевого участия в строительстве заключается в письменном виде и подлежит обязательной государственной регистрации в государственном органе. Какие существенные моменты должны быть отражены в договоре? Это объект, который подлежит передаче, то есть должно быть подробное описание квартира или нежилое помещение, которое подлежит передаче дольщику. Цена договора является также обязательным условием. Срок передачи объекта долевого строительства дольщику. И способы обеспечения исполнения обязательств застройщикам. Как уже говорилось, застройщик обязан передать квартиру, назовем так, объект, дольщику в срок, установленный договором. Причем следует обратить внимание, что этот срок не может отличаться в одном и том же объекте недвижимости у дольщиков друг от друга. То есть, получается разрешение на строительство, в котором указывается срок окончания строительства. Договор долевого участия предполагает, что застройщик в этом времени должен наканчивать расстроительные работы и в течение от месяца до, я встречал даже 12 месяцев, такие условия предусматривают договор, передать квартиру дольщику. Если застройщик не передал дольщику в оговоренный договором срок объект недвижимости, у дольщика появляется право либо расстроить договор в одностороннем порядке и потребовать выплаты ему денежных средств, внесенных по договору с уплатой процентов, предусмотренных 214-м федеральным законом. Либо потребовать от застройщика выплаты ему неустойки за нарушение сроков передачи объекта. Если же дольщик подписал соглашение о продлении сроков строительства, то в таком случае период, на который он продлил, не является просрочкой застройщика и плата неустойки не предусмотрена за такой период. Значит, если ваши права вы считаете нарушены застройщиком, а это может быть не только нарушение срокопередачи, но и объект построен, то есть вас не устраивает качество выполненных строительных работ, вас не устраивает конфигурация того, что вам обещали и то, что вам построили на самом деле, в этих случаях я бы рекомендовал вам обратиться к юристам, которые помогут вам грамотно и правильно составить претензию застройщику и защитить ваши права. Субтитры создавал DimaTorzok